Понимаю, что Юрий Степанович это написал всем, кто у него находится в скайпе, но все равно чертовски приятно, что он меня поздравил с праздником. Вчера, да, в 19.52 минуты Юрий Степанович написал с новолетием, и я ему сейчас пишу с новолетием, дорогой Юрий Степанович, видно? Это для истории. Опять я себя не включил, в записи это не пошло. Так, ну ничего страшного. Ну давайте я в двух словах тогда скажу, это... Так, все включено. В общем, у меня предположение, нового мессию, это, точнее, антихриста, положительно это очередной визит, а не это, Перуна, таким образом оглашают. Я просто по принципу Луны. Вот на Луне, допустим, живут... Ну да, а, кстати, сама у себя сейчас на всякий случай записать, надо начать запись. Так, котляровый ФМ для канала котляров сотого земля. Так, значит, предположительно, новый, так сказать, антихрист, скорее всего, это прибытие Перуна. Ну, нам известно из истории, он уже два раза прилетал, вот, поэтому, скорее всего, встречу, возможно, готовят специально, то есть, чтобы мы негативно его встретили. Вот, кстати, Юра Тимовский говорит, нас к чему-то готовят. Я вот только один пример достоверно озвучу. Вот возьмем Луну, да, он же космический корабль Арк, закамуфлированный под планету. Там действительно сейчас, на данный момент, нам, ну, скажем, добрая, светлая цивилизация находится. Да, она в большей степени, конечно, нейтральная, то есть, она не нашим, не вашим, не нашим, но все равно она более-более благосклонна к нам. Вот, в ведах, кстати, написано, вот, славяно-арийских, это летопись страны Арии, это указано, как волхвы на Луне находятся. Можете почитать, и там, в этих летописях страны Арии, также упоминается, был Яр, и звали так, главного, скажем так, персонажа в этом повествовании, который получил волхвов на, в недрах Луны знания, они ему передали, ну, космический корабль, и спустился на Землю, и раздавал им, их людям. Кстати, даже когда он раздавал, он знал, что в его окружении находятся те люди, которых душа отравлена, но все равно раздавал. Вот, поэтому, как это, оккупанты, поэтому оккупанты, которые это, сейчас нас держат в оккупации, не знаю, надеюсь, там, а, ну, сейчас я попробую. В общем, так, захваток надо, протестирую. Скорее всего, на белое, как обычно сказали, черное, на черное-белое, то есть, предположительно, это прибытие Перуна, ой, Перуна, вот эта оговорка неудачная. То есть, вот они на Луне, а, вот книга, почему, и есть книга, и не одна, вот мне сейчас говорят, там, весело там хихикают, как я рову, луна дала ответ, а мы все знаем, что есть лунный культ, а мы все знаем, что там на Луне, а те, кто читал «Пяти брата», что там есть враждебная цивилизация, но это, знаете, это настолько у нас мышление примитивное, в нашей ячейке находятся миллионы автомобилей, а Луна – это один, ну, транспорт, которых лун на нашей, скажем, слой, где мы живем, миллионы. Ну, это, как, знаете, вот в старые времена нам, как историю предлагали, что вот пираты, допустим, захватили судно, ну, и с лунами ситуация была в истории тождественная, то она переходит под управление светлых, то под управление серых, на данный момент под управление светлых, поэтому активно пиарится негатив, вот кто смотрел фильм «Звездные войны», «Звезда смерти», намек на Луну, что типа злые дни там сидят, да, вот, кстати, «Звезда смерти», кстати, и показана, между прочим, как Луна, как выглядит без камуфляжа, вот интересная колесица, откуда чертежи, или просто, знаете, у человека, который рисовал Луну для фильма, это произошло подключение к информационному полю, он просто считал именно образ Луны, ну, пока передам слово, наверное, вот это я хотел сказать. Ну, насколько мне интуиция подсказывает, это прибытие, возможно, произойдет, как последние десятилетия и сотни летия, незаметно, если оно, конечно, и произойдет. Не будет вот это вообще принято, прилетел корабль, там, мы пришли с миром, тут уже давно лазят и с миром, и без мира. Единственное, что, как его, Мендель Аруныч, действительно, за всю историю, что он толкового сказал, имею в виду, Медведев, говорит, смотрели фильм, это, как его, я уже вылетел из головы названия фильма, про инопланетян, этот, как же, что он. Люди в черном. Говорит, говорит, точно так же и у нас. Самое смешное, что он, правда, точно так же и у нас. Есть на ютубе ролик, где у него под это интервью, там, это, как бы, типа, за кадром, спрашивают, что вы скажете про инопланетян, говорит, смотрели люди в черном, да, то же самое у нас. Я вот подтверждаю, кстати, вот это единственное, что я вот слышал от него толковое, вот это действительно так оно и есть. Луна, это прям какой-то, я не знаю, это железнодорожный вокзал, там сообщение между сотами идет просто ежесуточно, постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда корабли. Естественно, все это с обратной стороны происходит, чтобы в объектив ничего не попало. Там все сзади Луны открывается, туда входят, оттуда выходят. И как там, как там называется, парсеки, да, это. Сиги, раз и сиганули, и все. У меня, кстати, вот товарищ, ярый фанат, это, X-файлов, просто помешанная на них. Причем, он, кстати, говорит, когда он их смотрел, сидел за компьютером, и когда в объектив попадали камеры, те или иные адреса, там, он просто кадр останавливал, увеличивал, что же там написано. Те или иные телефоны. Он офигевал, там, или информация какая. Он сидел через YouTube пробивал, говорит, это все действительно есть, все действительно функционирует, и все действительно, там, вот эти организации, там, и так далее, там. Ну, просто это его надо слушать, он там целый список это приводит. Но самое же ценное он озвучил, и я с ним согласен. Я X-файлы не смотрел, я их просто чувствую, что в X-файлах это описано все то, что происходит в нашей ячейке на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok